Сразу после обеда, когда солнце еще высоко, шимпанзе Фил вместе со своими спутниками-дрессировщиками отправился на прогулку. Погода в марте обманчива, поэтому Фила одели потеплее в спортивный костюм и вязаные носки. Прокатившись немного возле цирка, необычная компания направилась к морю. Шимпанзе тут же расположился на шезлонге. Такая картина собрала немало зрителей. Фила, который мало чем отличается от самого простого туриста, охотно фотографировали. Этот день надолго запомнится и вот этому официанту. Наверняка шимпанзе – самый необычный клиент в его карьере. Проще всего, все происходящее воспринимал, пожалуй, только сам Фил. Ни на кого не отвлекался, с удовольствием ел фрукты и пил коктейль. Кстати, это первое знакомство шимпанзе Фила с морем. Здесь же в Сочи состоялось его дебютное выступление. Фил вместе с другими обезьянами играет в шоу «Гигантские шимпанзе». Программу в Сочи привез Росгосцирк. Это мальчик, который самый младший в нашей цирковой труппе. Обезьяне, ему всего три годика. Он к нам приехал из Танзании. Вот уже полтора года, как он у нас. И уже его первые шаги выступления будут в сочинском цирке. Шимпанзе Фил еще долго нежился на солнце. В море купаться так и не пошел. Как рассказывают дрессировщики, обезьяны боятся воды. Тем не менее, эта прогулка Филу запомнится надолго. Еще всем тем, кто встретился сегодня ему на пути. Не каждый день можно наблюдать циркового артиста шимпанзе на улицах города. Зато по-прежнему Филу и его команду можно увидеть в цирке. Гастроли программы «Гигантский шимпанзе» продлится в Сочи до 20 апреля. Игорь Кырпа, Ольга Десятого, Борис Осинь, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова